Отказ от тапаса Абхиманы Тапас вишвамитре был рожастического типа. У него была тапасия Абхимана. Он был эгоистом и гордился своим тапасом. Он всегда боролся с сатвическим Васирской. В конце концов, его гордыня была сломлена. Оба отправились к Господу Брахме, Творцу, чтобы определить, кто более великий тапасиян. Брахма ответил. «Тот, кто приведет ко мне Бога Сурью, есть великий тапасиян». Вишвамитра приблизился к Сурье. Сурье сказал. «Приведи кого-нибудь, кто возьмет на себя мою работу, а я пойду к Брахме». Вишвамитра не был в состоянии это сделать. Тогда Васиртха поместил свою Брахмаданду. «Брахмаданду». «Брахмаданду». «Та сияла и своим сиянием выполняла работу Солнца». Сурья явился к Брахме и выразил свое почтение. Вишвамитра в стыду опустил свою голову и молча поплелся к своему жилищу. Поэтому отказывайтесь от тапаса Абхиманы. Практикуйте сатвический тапас и оставьте тамасический тапас. Сделайте тапас сатвическим и уничтожьте эгоизм с помощью своей самоотдачи или Атмабхавы. Что такое тапас Абхиманы? Это тапас, плодами которого пользуется эго. Это как проводится яга, жертвоприношение, но не защищается место или в этом месте собаки. Не собаки дататрии такие, не чистые собаки. И тогда плоды яги пожирают духи. И заслуги от нее тоже. То, что должно было пойти богам, оно кем-то другим пожирается. Таким же образом эгоистичный тапас должен идти богу и только богу. Но эго, подобно злобному духу, пожирает плоды тапаса. Присваивает их себе. Это, например, человек практиковал тапас. Затем силой этого тапаса начинает преследовать эгоистические цели, накопив прану, накопив силу концентрации, получив благословение на какие-то ситхи. А ссора тапасия всегда такова. Например, Шива однажды дал благословение одному демону, что кого бы он ни коснулся, у того отвалится голова. Демон на радостях, что он получил такое благословение, решил сразу же на Шиве испытать его. Что даже с Шивы пришлось убегать от своего же благословения. Равана получил различные благословения, использовал их ради удовлетворения эго. Но истинный тапас предназначен для служения богу. Он предназначен для проведения божественной воли, не для проведения эгоистичной воли. Это сатвический тапас. Умственный тапас. Умственный тапас более могуществен, чем физический тапас. Тот, кто переносит жару и холод, выполняет физический тапас. Он увеличивает свою силу выносливости. И он может быть неспособным перенести оскорбления. Но он может быть неспособным перенести оскорбления. Он легко расстроится от грубого или недоброго слова. Он может отомстить или наказать по принципу «Око за око, зуб за зуб». Он не контролирует ум. Он дисциплинировал только свое физическое тело. Поддерживать равновесие ума во всех случаях жизни. Выносить оскорбления, вред, гонения. Быть всегда безмятежным, удовлетворенным и спокойным. Быть жизнерадостным в невыкориятных условиях. Иметь мужество при встрече с опасностью. Иметь присутствие разума и воздержанность. Все это формы умственного тапаса. Умственный тапас сложнее, чем физический. Физический выполняют даже мирские люди, например, кшатрии. Иногда они живут в условиях гораздо хуже, чем садху, чем монахи. Могут спать в окопах, скудно питаться, без роптаний. Подставлять голову под пули, жить в условиях опасности для жизни. Физический тапас. То есть мирские люди иногда работают на буровых вышках, выполняя тапас. Живут в ограниченных условиях где-нибудь, в подводной водке или в космосе. Но ментальный тапас гораздо сложнее. Тапас ума, антарктопассия, внутренняя аскеза, заключается в постоянном усмирении ума. И как его усмирить? Даже если вы приставите к нему сторожа 24 часа в сутки, вы его не усмирите. Потому что ум сложно усмирить. Чем больше ты его усмиряешь, тем больше он бунтует. Есть такая поговорка. Если ты берешь коня или верблюда и привязываешь, его начинает рвать поводок. А если ты его отпускаешь, то он успокаивается. Так же ум просто так усмирить силой постоянного сдерживания невозможно. Уму надо дать альтернативу. И это альтернатива в Боге, в преданности, в атмане. Ум все время должен смотреть на Бога, на свой источник. Ум должен получить вкус от такого усмотрения. Развить веру, преданность и начать радоваться богословениям. Только тогда он по-настоящему будет усмирен. Это называется Ишварапранитхана. То есть внутренний тапас всегда связан с Ишварапранитханой. Поэтому у кого слабая вера, у кого мало самоотдачи, ему сложно выполнять внутренний тапас, но он может выполнять внешний тапас. Человек во внешнем тапасе может достигать чудеса. Но как только переходит на внутренний тапас, он не знает, куда делать ум. Он пытается следить, наблюдать, сдерживаться концентрацией, но это все работает до какого-то момента. Стоит попасть в какую-либо неблагоприятную ситуацию. В ситуацию, где эгония удовлетворяется, подвергается чему-либо. И он сразу легко выходит из-под контроля. Почему? Потому что ему свойственна проецирующая деятельность. Он очень легко создает проекции. Есть индийская поговорка. Хочешь узнать содержимое сосуда, надо его взболтать. В соответствии с этой поговоркой, учитель должен первые годы испытывать ученика. В тантрах прямо есть наставление, где учитель должен повести себя каким-то грубым или шокирующим образом, поразить ученика, ну, проще говоря, взболтать сосуд. Чтобы проявились скрытые тенденции проецирования его личности. И он показал себя или не показал, как готовый или не готовый. На самом деле сейчас мало кто из учителей вообще применяет эти методы. Потому что современная динамическая жизнь, она постоянно и так взболтывает сосуд. Сейчас очень много сбивающей правды, информационной правды. Но если есть вера, то сосуд болтай, не болтай, а все равно. Ум не проецирует ничего, или его проекции быстро растворяются. Потому что ум нашел свой источник. Ум нашел своего господина. Ум смиряется легко за счет преданности, самоотдачи и любви к Богу. За счет силы прибежища. Чтобы не возникла гнев, зависть, алчность, вожделение, гордость, ненависть. Как только ум вспоминает свое прибежище, как только ум вспоминает Брахм-Бхаву, преданность Богу, все это аннулируется, все это растворяется. Это и есть внутренняя аскеза. Но для того, чтобы ум обрел такую веру и такое понимание прибежища и самоотдачи, его нужно направлять, его нужно воспитывать в духе самоотдачи. Многие святые говорили, если вас схвалят, если вам говорят приятные вещи, для духовной жизни это не очень благоприятно. Вот когда вас ругают, когда что-то... То, что вам не нравится, делать вот это, это лучшие моменты для вашего просветления. Потому что вы ставитесь перед своей кармой. И вы очищаете свою карму. Иногда учителя выглядят так очень привлекательно, сатвично, любяще, так доброжелательно, но они такие душки. Ну, прямо вот растекаются любовью и своей любовью охватывают учеников. И часто вот находясь в этом поле, ученики действительно чувствуют себя очень чисто, очень возвышенно, очень любяще, прекрасно просто. Но стоит выйти из этого поля, их проекция вновь возобновляется. И таким практикующим им, может быть, нужно общаться даже не с учителем, с таким любящим, с таким чистым, сатвичным. Им надо общаться с кем-то попроще. Кто может сказать им что-нибудь резкое, кто может столкнуть их в бомбе с чем-то. Они быстрее достигнут просветления, но они должны верить в него. С кем-то пониже масштабом, пониже рангом. Чтобы он их поставил перед выбором, перед своими иллюзиями, перед своим эго. Потому что находиться вот в таком очень чистом, возвышенном поле любви могут только возвышенные души прогрессировать. Души низкого уровня не могут прогрессировать, они остаются в своих клешах. Часто. Потому что святые, они принимают всех живых существ. Ну и все равно разбойник, собака, брахма, ученый, святой, брахма. Они всех их любят, всех их принимают. Но собака – это собака, разбойник – это разбойник, святой – это святой, а брахма – это брахма. Им нужна еще трансформация. И вот, когда вы общаетесь друг с другом, вот это ваше поле пробуждения. Каждый для вас, брат Падхарды, тоже ваш гуру должен рассматриваться. Который может вам помочь достичь просветления. Если вы, конечно, правильно общаетесь, правильно находитесь. Поскольку они не обладают такими совершенными качествами, не обладают такой безграничной любовью, не обладают гибкостью в поведении, они могут сказать что-нибудь, что вам не нравится, могут делать что-нибудь. Но именно в этот момент, если проявите смирение, чистоту, веру, откажетесь проецировать какие-либо стороны ума, нечистые, это будет вашей трансформацией. Например, находясь рядом с каким-нибудь таким гуру, который вовсе не выглядит так мирно, садвичный и любящий, что вам придется? Который смотрит из-под лобья, ведет себя так. Что вам придется? Услушание, усмирение, принять. А чтобы это принять, что придется? Открыться. А чтобы открыться, что придется? Поверить. А чтобы в такие проявления гуру поверить, что придется? Ведь это нелегко, невероятно нелегко. Нелегко. И что придется? Намного чего больше. Себя поменять. Каждую секунду придется быть насторожей. Тут вызов. Или ты отказываешься от такого взаимодействия, или тебя постоянно освобождать, постоянно, потому что лезть будет. Постоянно будет лезть. Каждую секунду будет лезть. Да что это? Да что это? Одна нечистая. Вторая, третья. Испух, страх, гнев, оценки. Вот с таким гуру ты не можешь просто рядом сидеть. Тебе придется или постоянно вот так вот, да? Да. Или сбежать. Вот выхода нет. Поэтому такие гуру редкость. Очень большая редкость. Тилопа, например. Наропа пришел к нему, он говорит, что ты что тут пришел к нему? Рыбу ест, и его там кидай. Оставь свои глупые идеи. Или вон, принц на слоне, иди побей его, стащи со слона. Постоянный вызов. Тут или сбегаешь, или меняешься. И Наропа не сбежал, он поменялся. Почему? Потому что у него очень большой духовный опыт был до этого. Он был настоятелем монастыря Ноланда. Сам очень много учился, но он понял свою нереализованность. И у него была большая вера в тело. Он смог пройти эту трансформацию. 23 разрушения эмо перетерпеть. Когда все 23 самскары, 23 узла были растворены за короткое время. Но я не веду себя таким образом. Поэтому вы сами для себя играете роль таких кур в повседневном общении. Вы сами друг к другу телопа и Наропа. И вы можете через правильное общение очень развивать в себе качество веры, самоотречения, преданности. Если неправильно общаетесь, вам захочется сбежать друг от друга. Не терплю этого человека. Он такой, такой, такой. Чтобы вытерпеть, надо изменить себя. Надо внутреннюю работу. Но внутренняя работу тяжело, трудно, неохота. Это же себе отопаться. Бежать легко. Развернулся, да? Все. Не хочу общаться. Он вообще никто. А я он такой. Но если ты принимаешь это и ведешь свою внутреннюю работу, даже чувствуя, что другое неправо, что другое несправедливо, меняешь себя, это тебе большой плюс. Тогда ты сам духовно прогрессируешь, сам духовно растешь. Это и есть внутренняя аскеза. Поэтому внутренняя аскеза это изменение себя, и оно труднее, чем внешний аскет. Многие аскеты снаружи могут выполнять большие чудеса топась. К нам приходил один человек, может быть, лет восемь назад или десять, там в дупле спал, христианский, там отшельник какой-то. Там его расстреливать два раза собирались где-то. В горячей точке он там где-то проповедовал, на грани жизни и смерти. То есть, такой решительный, мужественный, бесстрашный человек. Но что-то я посмотрел, вот у него что-то, чего-то не хватает. Точно. Но когда вопрос коснулся там общения, у него гордость, гордыни высокомерие неприятия, и он взаимодействовал с кем-то, и всё, его ветром сдуло. Он хотел у нас монахом-послушником оставаться. Очень легко сдуло ветром, потому что убежать проще, чем над собой работать. Топать внутренний мирский. Всё время менять себя, всё время ловить свой ум на проекции. Ум очень легко выдувает проекции. И наша задача уловить эти проекции, растворить и остаться, как ни в чём не бывало, в сочетанной безпреданности, любви, радости, что бы вообще ни бывало. Такой человек идёт к измерению дживан-мукти, к независимости, к освобождению. И очень легко заставить ум проецировать что-либо. Проецировать заблуждение, проецировать привязанность, проецировать алчность, гнев, ненависть, негативные оценки. Очень легко. То есть ты показываешь что-нибудь ему, и он проецирует сразу же. Если это не ум опытного садху. Что-нибудь вам показать, сразу ум спроецирует. Показать политику, ум сразу начнут проецировать. Показать обнажённую женщину, обнажённую мужчину, сразу начнут проецировать. Показать деньги, сразу начнут проецировать. Показать неприятное что-то. Ум очень легко может манипулировать сансара. Очень легко. и в тот момент когда он проецирует он создает новую реальность он уходит от своей истинной природы наступает связанность показать проявить что то что ему не нравится то или это не по его как бы представлением хотеть сети представления иллюзорны духу во сне тоже что-то представляется что я не нравится сам он иллюзорен и сон иллюзорен но он тем не менее не может вырваться из этого из своих представлений внутренние скеза когда мы отказываемся от следовать за проекции постоянно помню я же есть сочетану я же брахман абсолютно почему должен из-за каких-то проекций из-за каких-то иллюзий терять свою божественную дорогу вот если есть вера преданность мы предаемся мы предаемся в этот момент мы пресекаем проекции мы отказываемся от ценных суждений или непризнаемых если они даже выскочили придаем им игровой характер это усмирение это антаркта пахе высший тапас традиционно поедание листьев ним стояние в воде сидение на жарком солнце перенесение жары и холода стояние на одной ноге с поднятыми руками и так далее считается тапасом люди говорят о таких личностях как от опасен они говорят рамбрамачари великий тапас он же живет на листьях и не имеет одежды он совершает знойным летом панч-агни тапас это все формы физического тапаса с философской точки зрения медитация является высшей формой тапаса фиксация блуждающего ума на боги или брахмани является великим тапасом вичара и ниди тхясана является высшим тапасом исследование кто я удержание созерцательного присутствия в ниди тхясане высший тапас вот почему он так сложен все кто его пытаются делать либо отвлекаются либо доходит до сталкиваясь чем-либо говорят все понимаю удержать самосвобождение не могу отвлечение и не удержание самосвобождение это два главных препятствий внедит ясны и секрет какой здесь самоотдача самоотдача веры потому что преодолеть иначе невозможно нужна альтернатива куда нужно придать ум простым самонаблюдением сакши свидетельствами простым поддержанием самосвобождение уму держать невозможно когда он сталкивает вернее возможно но если этот ум в ровном состоянии если три гуны если элементы природы кинуть креш его сильно не колеблю то есть если вы не колеблю да это возможно если приложить нему что-то посильнее его удержать невозможно поэтому первая стадия самосвобождение она не глубока старая недаром называется самоотдача пропатию какие-то глубинные вещи когда прилагаются куму или серьезная шахте его удержать возможно только полным преданием полный самоотдача абсолютная вера тогда не дитя сана будет успешно и вот развивать такую веру неправильно призывать через благословение древа прибежище через гуру йогу разными способами через поклонение преданности что дела то через размышления слушания бога это путь такому смирению по-настоящему стать бога поклонниками не только созерцателем по-настоящему верующим до мозга костей до каждой своей клеточки тот кто склонен дня на йоге может следовать пути ниргу на бхакте преданности бесформен тот кому с трудом дается бесформенный аспект он должен усердно поклоняться древу прибежище святым прибежище и что девать и также святым видимым форме и даже своим братьям и сестрам подхами как проявлением божественного также всем живым существам ну всем живым существам на расстоянии исследование кто я высший тапас пратьяхара пранаяма дхарана и самадхи практика четырех методах нововидхи пхакти великий тапас сватхьяя сватхьяя дишта девата сам про йогах с помощью изучения священных писаний приходит единстве единение с покровительствующим божеством сватхьяя это изучение писаний таких как гита упанишады рама и на пхагавата и так далее изучение должно осуществляться с концентрацией вы должны понимать что вы изучаете и стараться применять своей повседневной жизни все чему научились от вашего учения не будет пользы если вы не будете стараться возвысить свою жизнь до уровня учения священных писаний сватхьяя включают также джапу повторение мандр постоянное изучение и практика их повседневной жизни приведет к единению с богом и швара пранитхана с помощью самоотдачи приходит достижение самадхи сверх сознательного состояния самоотдача должна быть свободной совершенной безуслов безусловной и щедрой тогда самадхи придет сама это и шура ранитхана тут ошибка значит ранитхан является высшей самоотдачей атма неведана есть самоотдача вишну сахасра нами сказано сердце того кто нашел прибежище васудеве кто полностью предан васудеве становится совершенно очищенным и он достигает брахмана вечного что значит быть преданным брахман абсолютно преданным богу с точки зрения учениям тара тантры это безупречная поглощенность во зрением безупречная поглощенность во зрением когда во зрении присутствует гуру йога когда брахман абсолют бог рассматривается как гуру таттва происходит постоянные смешивания постоянное объединение с умом оди гуру до татрии безупречная поглощенность и что дэваты когда оди гуру до татрии рассматривается как и что дэвата рассматривается как гуру он изначальный гуру происходит смешивание ума йогина с гуру таттва и дегуру до татрии поглощенность до самозабвения в этой поглощенности нет бессознательности это совершенно отличается от мирских видов поглощенности например мы можем быть поглощенными с новым тамасом тамасичная поглощенность это не подходит поглощенность темной медитации джады самадхи тоже не подходят либо мы можем быть поглощенными мирскими желаниями когда ум отключается одно желание нас куда-то и тоже не подходит либо мы можем быть поглощенными мирской информации где мы теряем себя и полностью попадаем информационное поле становимся зависимым это тоже не подходит есть другого рода поглощенность поглощенность хианами как у божественных существ за счет них переживаются божественные миры и возможно перерождение в мире индры в мире формы божественное существо пребывающий в мире тхиан она живет в мире формы в своем своей ловке в иллюзорном теле божества столько сколько это поглощенность длится но как стрела которая выпустили она рано или поздно падает таки поглощенность прекращается тхиана падает и тогда снова приходится возвращаться к своей карме рождаться в нижних минах поэтому даже такая поглощенность она не подходит какой же речи какой же поглощенности идет речь безупречная поглощенность абсолюта бога брахма бхавой через преданность и самоотдачу в ней есть осознанность то есть в ней есть истинное созерцательное присутствие но созерцательное присутствие не на уровне новичка где есть наблюдение сакши свидетельствующее сознание небольшая безвыборочность и безоценочность а пока поглощенный гораздо большего плана где в ней есть подлинная самоотдача подлинная гуру йога где раскрывается подлинная дивья бхава подлинная брахма бхава и происходит полное высоединение и вот масс момент раскрытия такой брахма бхава дивья бхавы нисходит мощнейший импульс божественные благодать божественные амурахи вот что пресекает проецирующую силу ума вот что пресекает различные карма ума которая по-другому трудно держит то есть мы начали разговор с того что он либо отвлекается либо в момент сложных ситуаций он как бы теряет особенности него самоосвобождение ограничено и вот вот этот импульс она графе вот он решает вот эти проблемы нисхождение божественной благодати вследствие по такой поглощенности вот она делает ум невероятно стабильно как палец увязнувший в клее как говорят посадить ум на железную цепь вот ум посажем на железную цепь с одной стороны за счет созерцательных усилий бдительности а с другой за счет такой полный поглощенности нисхождение благодать легко контролировать ум когда в благодати все ведь радуются приятному все привязываются к приятным к радостным то а здесь это радость трансцендентная и к ней невозможно привязанность но поглощенность возможно научиться быть в поглощенностью божественным вот секрет нидидхясана ты есть и шварапранитхана поклоняющийся предлагает богу все включая свое тело ум и душу он ничего для себя не имеет он теряет даже собственное маленькое я он не имеет личного независимого существования он отказывается от своего я ради бога он становится частью бога бог заботится о нем и бог обращается с ним как с собой горе и печаль удовольствие и страдания поклоняющийся воспринимает как дары посланные богом и не привязывает себя к ним он считает себя марионеткой и инструментом в руках бога у него нет чувства эгоизма поскольку у него нет эго его эго передано богу это не его обязанность заботиться о своей жене детях и так далее поскольку он сам не имеет независимого от бога существования бог позаботиться обо всех есть такая песня я не помню кто еще в советские времена все они марионетки в ловких и натруженных руках советские времена и все говорили вот это намекает на поле беру на самом деле этого с точки зрения садху это песни про святых все они марионетки божественной силы почему они марионетки потому что марионетка это тот кто не действует сам по себе но это в хорошем смысле обычно марионетка это такое слово не очень хорошо несущим но здесь это абсолютно позитивное слово потому что они управляются не своим умом не свой мага не своими желаниями своим телом они управляются божественны поэтому их тела являются марионетками борис потому что они даже не они они сам бог который управлять телом умом и эго. А тело, ум и эго являются марионетками. А их идентичность так высоко поднялась в самоузнавании. Он знает, как вести мир по правильному пути. Не следует думать, что человек родился, чтобы вести мир. Бог контролирует все, о чем человек даже не мечтает. Такой человек не имеет чувственных желаний, так как не имеет тела, поскольку передал его Богу. Все святые сдают тело в аренду Богу. Мирские люди берут тело в аренду Богу. На какое-то время, чтобы им понаслаждаться. Для чего души воплощаются? У божественной природы просят тело. Через наставников, через божеств прибежища в своем тонком мире. Или просто через карму каким-то таким образом. Им показывается их будущая пара, будущая семья. Они готовятся и потом, когда совокупляющихся мужчин и женщин видят, к мужчине, если мужчина возникает ревность, к женщине привязанность. И затем душа чувствует, будто она попала в темное пространство. В стесненных условиях. Она принимает рождение. Она берет тело в аренду. Для чего? Понаслаждаться, погулять. А вот это какого-то в компьютерном мире здесь. Чтобы поразвлекаться, почувствовать себя кем-то другим, в новые роли, так увлекательно, волнует. Живые существа берут тело в аренду. Но потом они становятся рабами этого тела. Они становятся рабами этого мира. Что делают святые? Они делают наоборот. Они это тело отдают Богу в аренду. Они говорят, я не собираюсь здесь развлекаться, я не собираюсь чувствовать себе здесь новизну, еще что-либо. Я собираюсь тебе его отдать как подношение в аренду. Отдать смысле, не смысле покинуть его, а смысле жить в нем, но исполнять божественную волю. Безупречно, целиком, ежемнеренно и ежесекундно. В этом принципиальное отличие кармического человека и человека, который пребывает в атмане верения. Один взял в аренду, а другой отдал. Он не обожает и не любит свое тело, поскольку это дело Бога смотреть за ним. Он только чувствует присутствие Бога и ничего больше. Он бесстрашен, поскольку Бог всегда помогает ему. У него нет врагов, потому что он отдал себя Богу, у которого нет ни врагов, ни друзей. У него нет беспокойства, поскольку он достигает всего, получая милость Бога. У него нет даже мысли о спасении. Более того, он вообще не хочет спасения, поскольку он просто хочет Бога и ничего, кроме Бога. кто-то может подумать, как это, разве мы не должны желать освобождения, разве мы не должны желать мокши? Здесь говорится, он даже не желает мокши. Даже желание мокши, это все-таки желание, исходящее не от Бога, исходящее от эго. То есть частичка эгоизма остается, частичка двойственности остается, частичка надежды, страхи и цепляния остается. Освобождение это целиком пребывание в Боге. То есть словам места мыслям об освобождении, а личным каком-то освобождении. Там нет. Целиком пребывание в Боге это освобождение. Но в освобождении нет мыслей об освобождении, нет желания освобождения. Там есть только Бог. Его игры проявлены. Это очень возрушено. Он удовлетворен любовью Бога, для которого нет ничего недостижимого. Что нужно достигать, когда Бог послал свою милость преданному? Преданный не хочет стать сахаром, а хочет быть вкусом сахара. Удовольствие во вкусе сахара, а не становление самим сахаром. Такой интересный момент. Сахар, вкус сахара и наслаждение сахаром это разные такие подхвозиции, которые характеризуют адвайту, двайту и вишиштадвайту. Быть сахаром каевалья мукти это адвайта. Это раствориться в аспекте сад, в аспекте чистой недвойственности, пустоты. Это близко к традиции Шанкарачарии, традиции сутр. Быть вкусом это вишиштадвайта. Воспринимать игру энергии, аспект чит и аспект ананды. Вишиштадвайта присуща учениям шактиизма, учениям тантры. Потому что есть принцип очиньте пьеда, пьеда таттва, непостижимое тождество, единство и различие дживы и шивы, души и бога. Наконец, быть сахаром это двайта, вернее, наслаждаться сахаром это двайта. Это аспект ананды, в котором есть двойственность, в котором есть постоянная душа дживы, которая наслаждается уже не самим богом, а наслаждается его любовью, но в процессе этого очищается и пребывает вечно очищенный до конца это немного разные виды реализации. Первое присуще чистым жняни, чистым йоги, самадхи, пустоты. Второе присуще тантристам, третье присуще бхактам. Немного разные виды реализации. Первое это саюджи мукти, второе это сарупья мукти, аромат сахара, это иллюзорное тело в облике божества. Третье это салук ямукти, фактически это соответствует трем просветленным телам, где акцент идет на тело мудрости, где акцент идет на тело проявления богатства форм, пранавдехи, где акцент идет на ситхадеха, на тело проявления. Но по сути в правильной практике реализуются все эти аспекты, когда вы сами становитесь сахаром, аспект сад, когда вы чувствуете аромат сахара, аспект чин, когда вы чувствуете, что вы наслаждаетесь этим сахаром, аспект аромат. Так поклоняющиеся ощущают, что высшая радость больше в любви к богу, чем в становлении богом. Становление богом означает реализовать аспект ненойственной пустоты. Любовь бога означает реализовать аспект переживания проявления его энергии. Для того, чтобы реализовать кайвали мукти или саюджи мукти, нужно растворять свое эго без остатка, входить в самое тонкое непроявленное. Для того, чтобы переживать его энергию, нужна определенная другая энергия, потому что только энергия может переживать энергию. это означает есть живо определенная игровая форма, есть облик божества, есть иллюзорное тело, есть проявление, есть манифестация. То есть это путь тантрия. В глубине она является пустотным недвойственным переживанием, но она проявляется как и энергия, она испытывает эту энергию, испытывает эту божественную любовь. это именно метод тантры, метод тантара соединяющий сансару и нирвану пустоту и форму. Бог полностью позаботился о преданном. Я твой, говорит такой преданный. Эта самоотдача означает абсолютную любовь к одному Богу. У преданного нет ничего кроме сознания Бога. Даже вопреки своим собственным желаниям преданный станет един с Богом и потеряет свою индивидуальность. Идущий по пути бхакти преданности реализовывает иллюзорное тело в этом теле. То есть он реализует, начинает ситха-деха. Если джняни, раджа-йогин начинает джняна-деха с постижения пустоты и недвойственности ниргуна ниракара татватита брахмана безличного абсолютно тонкого, то тот, кто идет путем самоотдачи, путем полной преданности, начинает наоборот. Реализовывает это тело как иллюзорное, непрерывно преданное ему. ситха-деха. Он узнает это тело как ситха-деха, которое неразрывно связано со всемишним источником и играет, только служит. Таким образом, он потеряет свою индивидуальность. Это закон бытия. Высшая истина есть абсолют. И душа поднимается через различные стадии сознания, пока не достигнет абсолютного совершенства, когда она станет идентичной с Богом. Это кульминация всего стремления и любви. Имеется бесчисленное множество стихов Пхагавадгити и Пхагавати, утверждающих истину, что самоотдача есть единственный путь для достижения Всевышнего. Кришна учит Аржун, что одна лишь полная и исключительная самоотдача может дать ему мир и освободить его от всех грехов. Тот, кто изучает Пхагавадгиту и Шримад Пхагаватам, придет к заключению, что очень важна полная самоотдача. Жертвующий собой достигает уничтожения индивидуального сознания и обретает абсолютное сознание. Это равнозначно Нирвикальпа Самадхи. В традиции Бхакти-йоги самоотдача происходит без понимания недвойственного аспекта. По нашим меркам такая самоотдача ведет к Салокья-мукти, Сарупья-мукти, Сами-пья-мукти. Аспекция йоджи-мукти выпускается. Более того, Бхактов Вишиш-па-двай-ты и двайты с Say Например things она пугает. Они не знают как подходить и что с ними делать. Согласно учениям Нутара-тантра реализовывается все типы мукти. Сама отдача она включает реализацию аспекта Say bursts муки поэтому на гораздо более высокая она не связана с самоотдачей какой-либо расе самоотдачей и штампевать имеющему форме в какой-либо локи предел на самоотдаче хакте следующих решишь то давайте давайте это галока в риндаван верхняя стране с нашей точки зрения это не является кульминация освобождения самоотдача должна обязательно включать ниргуна абхакте поклонение недройство поклонение бесформенным самоотдачу без формы реализацию без форма кайвали самадхи кайвали мукти или сахар самадхи ниргуна сахар самадхи а затем уже нисходящее опускание и проявление более двойственных форм формами что деваты небесные миры и ливы и прочее принципиальный момент учения мутара там три ситхов чем она допустим отличается от ваше ноги точно надо говорить предный взмывает в состоянии высочайшей махабхавы и сливается богом волны в океане утихают искра становится единой с огнем луч поглощается солнцем ум растворяется в атмане индивидуальность теряет себя в абсолюте преданный становится единым с богом мирское сознание исчезает во вселенском сознании человек становится богом и смертный становится бессмертным ом 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 о о о как о Субтитры создавал DimaTorzok